Дневной разворот Володя, да мы нагоняем тебе хорошую погоду Итак, всем еще раз добрый день Два часа дневного разворота Две темы сегодня И опять же обе темы У нас такая тематическая с тобой история Наверное на этой неделе Ну вот неделя такая просто выдалась Что мы просто обязаны говорить на эту тему Будем говорить опять о городе Да, и причем мы будем говорить о городе С точки зрения его развития Вот у нас как-то второй день так складывается А завтра еще и третий в Урбане будет тоже на эту тему Во втором часе к нам придет Вячеслав Симаков Начальник территориального управления По Первомайскому району Кирова Заместитель главы администрации города Вячеслав Николаевич придет с проектами Которые в этом году будут реализованы По крайней мере есть такие намерения Реализованы в Первомайском районе А я вам сразу скажу, что Мы с ним предварительно разговаривали Когда он говорит, что Действительно на удивление Очень увеличилась активность людей Они организуются Они представляют свои проекты Они берут на себя ответственность За их реализацию И вот эту активность, когда мы обсуждали Ну видно прямо на глазах Она в разы растет И слава богу Мы этого и добивались все вместе Ну и конечно Вячеслав Николаевич будет доступен По телефону прямого эфира 211-101 Сможете задавать ему свои вопросы Он всегда берет все на карандаш И достаточно оперативно Исправляет, если где какие-то недочеты Но я надеюсь, что будет и благодарность И хотелось бы поддержать как-то Правда? Ответственных чиновников В первом часе мы будем говорить О развитии проекта Ленточные парки Рабочая группа по этому проекту В минувшую пятницу В час дня Выехала на Ежовское озеро Ежовское озеро Сейчас мы спросим Сразу у наших участников Где оно находится Потому что, как выяснилось Даже в нашей редакции Не все знали, где находится такое озеро Я перед эфиром выяснил Но я думаю, что мы лучше Обратимся к нашим гостям У нас сегодня Константин Кропанев Координатор сообщества По сохранению рек Кхлыновки и Лючинки Константин, добрый день Добрый день И Татьяна Говорова Заместитель начальника Управления строительства и архитектуры Администрации города Кирова Татьяна Ведеминовна Добрый день Добрый день Значит, где находится Ежовское озеро? Вообще, что это такое? Ежовское озеро-родниковый комплекс Он находится Начиная от горы Где находится Спортивная база Калинка Морозов И продолжается Вдоль улицы Лесной Практически до Трифонового монастыря То есть, по идее, это является Гидрологическим памятником Природы регионального значения У нас в городе Кирове Не так много таких памятников Их всего 24 И вот это один из, так скажем Из крупнейших Природных памятников Почему он является Природным памятником? Потому что В него впадает Несколько десятков Очень мощных родников И, кстати, до революции Как раз На Ежовском озере Стояла Водонапорная башня Которая питала Всю вятку Чистой родниковой водой Ого И до сих пор там есть Какие-то От этой башни Оно К сожалению, башня уже Так скажем Разрушена Да Есть что добавить Эксперту Татьяне Говоровой? Ну, я хочу добавить Что это не практический памятник Это памятник регионального значения И для этого памятника Официальный статус Официальный статус Утверждены проекты зон охраны И есть соответствующий режим использования В зоне охраны Этого памятника Ижовского природно-озерно-родникового комплекса Это что за режим такой? Чтобы сразу было понятно Что-то можно и что нельзя Режим использования предписывает Ну, нельзя никаких объектов капитального строительства Кроме инженерных сетей Которые там есть Их перекладки, реконструкции, ремонту И нельзя, конечно, захламление Этого комплекса Складирование мусора Сток вод Неочищенных Тем более Вот такие режимы Достаточно строгие Ну, вот если мы набираем Ежовское озеро в Кирове Или памятник Или Ежовское озерно-родниковый комплекс То, к сожалению, в данный момент В Гугле и в Яндексе Выходит в топе новости О том, что У Ежовского озера в Кирове Закопаны тропы лошадей Памятник природы превращается в мусорные свалки И прочее Такая вот история Насчет лошадей довольно давняя все-таки уже история Да, 15-й год Это то, что в топе сейчас, Коль А мы рассматриваем Я думаю, после сегодняшней передачи топ изменится Посмотрим Мы рассматриваем Ежовское озеро В рамках проекта Ленточные парки Проект мы уже описывали Он достаточно глобальный И к нему только подступается рабочая группа И поскольку работы, которые не проводились ранее Может быть, даже никогда или очень давно не проводились Сейчас намечаются Это имеется... Мы имеем в виду расчистку малых рек города Кирова Здесь мы уже с Министерством экологии и с городом рассказывали Что первые 7 километров, мы надеемся, начнут расчищать уже в 19-20 году В 20-м году В 20-м году То Ежовское озеро, оно как раз находится в первых 7 километрах Да, то есть оно попадает под расчистку По крайней мере, там планы на расчистку есть И, соответственно, между Ежовским озером и рекой Хлыновкой Находится очень интересная дамба Где раньше находилась старая железная дорога, которая ввела порт И вот эта дамба является таким уникальным, ну не знаю там Уникальной возможностью сделать какую-то прогулочную зону То есть, во-первых, она укрепленная, она на возвышенности Она не подтапливается, когда бывают высокие поводы И она довольно-таки протяженная по расстоянию Сейчас вопрос слушателям зададим Телефон 211-101, это прямой эфир Скажите нам, пожалуйста, может быть, знаете ли вы этот объект? Ежовское озеро Бывали ли вы там когда-нибудь? Может быть, детство провели? Может, вообще первый раз сейчас об этом слышите? Я честно скажу, я впервые спустилась вот на эту дамбу И мы сегодня вот как раз в нашей программе будем просто рассказывать Что мы увидели, когда приехали рабочей группой на этот объект Ну, собственно говоря, хотелось бы, Костя, тебе задать вопрос Почему ты именно на Ежовском озере вот сейчас концентрировался? Потому что мало ли объектов вообще в городе Кирове, которые касаются малых рек? Ну, получается, в той программе, которая вот сейчас пробивает Министерство охраны окружающей среды Вот эти 7 километров расчистки реки Хлыновки Там два, так скажем, наиболее удачных места, которые можно привести в порядок Это как раз вот то пространство вдоль Ежовского озера И второе пространство – это угол Ленина и Блюхера И, соответственно, я думаю, что с этим и согласятся представители городской администрации То есть это действительно такие уникальные места То есть там прекрасный вид открывается, в первую очередь, на Трифонов монастырь С Ежовского озера С Ежовского озера, да Там есть рыба, если вы обратите внимание То есть там постоянно есть и рыбаки И зимой там несколько десятков рыбаков обычно сидит и рыбачит рыба То есть там оно используется, там люди ездят и отдыхают И если это там каким-то образом вовлечь в использование в городское пространство То там можно сделать довольно удачную, так скажем, прогулочную зону или зону отдыха Да, а когда в последний раз город обращал внимание вот на эту территорию? Ну и где она была там, в запасниках каких-то? Поступали ли какие-то последние десятилетия запросы на эту вот область? До момента, когда мы вот занялись этим, да? Министерство экологии, город и группа Киров меняется сейчас по ленточным паркам? Ну, мы эту территорию рассматривали не отдельно, а в связи с преобразованием городостроительной территории бывшего микрорайона Вересники Эта территория всегда предусматривалась под создание рекреационной зоны И поэтому она в такой вот глобальной перестройке, она участвовала там как раз с созданием ленточных парков Ну вот с момента возможности очистки русла Хлыновки и Ежовского комплекса Как раз возникла такая идея идти параллельно с созданием рекреационной территории Поэтому наиболее актуально, конечно, и уже приближенные цели можно видеть Это стали рассматривать как раз возможности выделения федерального финансирования на работы Давно ведь уже создавались различные проекты по изменению реконструкции какой-то вот этой территории Вересников Очень давно ведь создавались проекты Да, это, наверное, уже с 2010 года Генеральный план был утвержден в 2009 году И после этого сразу начались вот такие изменения 211-101 номер телефона прямого эфира Если вы заинтересованы в этом проекте, пожалуйста, звоните, высказывайтесь Рассказывайте свои истории, связанные с Ежовским озером, может быть, с рекой Хлыновкой Ну и расскажите нам, когда вы в последний раз бывали на этой территории Мы прорвемся на полминуты и продолжим наш рассказ о выездной рабочей группе Группе по ленточным паркам Это мероприятие состоялось в пятницу Выезжали мы на Ежовское озеро Ну вот, достаточно большая это была группа В ее состав входили представители администрации Причем это было и управление архитектурой, и управление благоустройством Дмитрий Печенкин был с нами Это были активисты, прежде всего Константин Кропенев Который сейчас в нашей студии находится Координатор сообщества по сохранению рек Хлыновки и Людчинки Даже не столько по сохранению, сколько по развитию этих рек Все-таки не хранители воды А те, кто собирается... Занимается развитием территории Развитие территории Хранители воды делают свою работу Отдельную Там были представители Министерства экологии И всех не перечислю Но представители Первомайского района, естественно Потому что эта все же зона Именно относится к Первомайскому району Дирекция зеленого хозяйства тоже была Из перечисленных нами людей Можно понять, что со всех сторон рассматривалось Это Ежовское озеро Давайте мы расскажем Что мы там увидели Но прежде всего мы высадились у Трифонового монастыря У подножия Трифонового монастыря Вот у дороги, у мостика, который ведет как раз на вересняки Вот здесь у мостика мы остановились И что мы увидели сразу же у мостика? Слева увидели огромную, какую-то очень странную, чадящую, дымящую, плохо пахнущую базу Ну да, то есть там есть проблемный объект Я так понимаю, что изначально там Должна была находиться какая-то спортивная база Небольшое здание спортивной базы Но по всей видимости Там и Так либо иначе есть Незаконное использование территории И вместо спортивной базы Оборудована довольно-таки Большая автостоянка машин Автостоянка, притом грузовых Больших машин И по всей видимости, помимо того, что там эти машины стоят Их еще там моют Не знаю, там ремонтируют А так либо иначе Все это происходит не совсем законно И есть большая вероятность, что это находится в охраняемой водоохранной зоне То есть, соответственно, то есть у нас Мы поговорили, посмотрели И Сфотографировали Сфотографировали Я думаю, что в ближайшее время туда выйдут специальные эксперты Которые оценят, насколько там все это законно С учетом использования земли И с учетом нахождения Вблизи, так скажем Охраняемой территории вдоль рек Татьяна Вениаминовна, там ведь давно уже Вот эта вот Странная площадка существует Да, площадка существует давно Права зарегистрированы именно на спортбазу На спортбазу Да Используется, конечно, не как спортивная база Поэтому сейчас будут еще раз запрошены Сведения по правам из Росреестра На земельный участок, на объект капитального строительства Будут выявлены Кто все-таки правами сейчас обладает В настоящее время физическое и логическое лицо И будем инициировать Проведение муниципального земельного контроля Вне планового или планового Смотря на то, какую проверку нам согласуют Что из себя представляет эта база Можно увидеть на сайте Свой Кировский Час назад коллеги, которые были с нами в рабочей группе Выложили большой материал Само здание этой спортивной базы Это такая двухэтажная деревянная развалюха Вот реально, коль развалюха Там уже вот эта крыша провалившаяся и прочее И кругом все заставлено какими-то гаражиками И там фуры И фуры ремонтируются Мы проходили рядышком, фотографировали Там заглядывали Они ремонтируются Что там происходит Пахнет вот этими маслами, смазками и прочим И это очень хорошо, что будет проверено На каком основании там и кто работает Но мы пошли дальше И, кстати говоря, вот шли по дороге Которая несведущий человек не поймет, что это такое Константин уже обозначил, что это бывшая железная дорога Вот такая дамба под железной дорогой Если бы мне не рассказали, я бы не поняла Потому что только когда уже увели в противоположную сторону В сторону набережной Было видно шпалы И мы дошли до мостика Который был железнодорожный такой мостик Между как раз Хлыновкой и Ежовским озером И это значит, что есть такая очень плотная Хорошая тяжелая основа Которая не будет затопляться Которая не будет размываться Она прям очень крепкая такая основа Но сейчас это такая проселочная дорога, я бы сказала Все люди, которые в Кирове уже давно живут Они прекрасную дорогу, конечно, помню Так как я живу давняком Я уже рассказывал, что вот эта железочка Она была довольно долгая Вот когда у меня, условно говоря, была там юность и детство Это была очень активная такая трасса Потому что люди прям Использовалась она не часто под железнодорожный транспорт А для пешеходов использовалась очень активно То есть люди там спускались с Кикиморской горки По этой железочке шли Был понтонный мост через Вятку в районе улицы Горбачева И как раз к этому мостику выходили Очень удобная была дорожка Слева вода, справа вода А ты идешь такой, этот ком королев То есть те, кто живут в Вятке давно Прекрасно эту дамбу помнят Просто некоторые удивляются, что там уже на дороге нет И почему переспросил, когда же ее убрали Не так давно оказалось Там коммуникации проложены? Да, там проложены коммуникации Коллектор с улицы Милицейской Он достаточно большой в диаметре Ну, в общем-то Он работающий, этот коллектор? Ничего страшного для благоустройства не будет Потому что там же не будет большей грузной техники Проходить по этой дамбе И этот коллектор не раздавит Это прогулочная зона будет Пешеходная зона, да Все вполне допустимо И вот эта как раз полоса Вот эта железная дорога Она тянется прямо от пристани, да? Вот старой До какой территории, мы представляем себе? До улицы Милицейской Вот, это та история, которая говорит О которой давно кировчане мечтали Чтобы набережная Грина была продлена До солнечного берега, а то и дальше Вот это как раз возможность, если ее частями благоустраивать Как раз продлять вот эту самую набережную Вот когда мы дошли до слияния Хлыновки и Ежовского озера Мы там увидели большие заводи И там мы увидели как раз рыбаков Рыбаки там постоянно Рыбаки постоянно, но вода, в которой они ловят рыбу А самое главное, крестности, которые прилегают к этой воде Выглядят, конечно Я бы опасалась там ловить рыбу И когда мы спросили вот у рыбаков подъезжавших А вы тут вообще, тут что-то ловится? Говорят, да, тут щука ловится И все, что угодно ловится И они постоянно там бывают Их не смущает даже вот Эта странная ремонтная большая мастерская Для грузовиков Дальше мы будем говорить О самом озере, которое идет Вдоль улицы Лесной Это тоже для меня было открытие, что есть улица Лесная И как она выглядит Довольно-таки длинная, кстати, улочка Да, и она вот, чтобы людям было понятно Она как раз находится внизу высокого берега Мы были напротив микрорайона, который называется Как он называется? Дымковский, да? Вот к Гагаринскому парку прилегает Такие яркие домики Хлебная слобода, по-моему, там название Официального названия нет Там спуск Китиморской горы С улицы Китиморской Спуск вниз на эту улицу Лесную Это с одной стороны, мы до него не дошли А мы стояли, чтобы было видно, откуда мы смотрели Наверху на высоком берегу стоит Новый райончик с яркими домами Это прилегающий к Гагаринскому парку А внизу вот эта часть улицы Лесной И тут нам вообще такие открытия были Какие мы дома там только не увидели Да, там даже визуально видно, что существуют нарушения То есть, во-первых, там дома, которые стоят на берегу Ежовского озера Так скажем, те граждане, которые живут в этих домах Они, скорее всего, пытаются увеличить свою территорию Подсыпают берег И где-то делают это очень жестоко То есть подсыпают берег строительным мусором И в некоторых местах там Ну, просто этот берег напоминает некую свалку Некую свалку из мусора, где валяются мешки Где валяются бревна, доски И как бы Я думаю, что тут довольно большой ущерб наносится Как раз этому природному комплексу А как-то разобраться с этими хозяевами Можно вообще Там уже выезжала уже группа экологов Которые, так скажем, специализируются на этих вещах Они сказали, что они еще раз выйдут Выйдут на место Оценят варианты То есть, оценят возможный ущерб И какие-то действия Я думаю, что все равно однозначно предприниматься будут Это что касается Министерства экологии Да, то есть это находится все же в зоне ответственности Именно Министерство охраны охраны и охраны среды Для современного человека Который видит вот эту улицу лесную Нависающую над Ежевским озером Встает несколько вопросов Как эти дома там сейчас строятся? Нам город пояснял На каком основании люди строятся? Ну вот оснований как раз для того, чтобы строительство вести у них и нет Там территориальная зона уже давно Если я не ошибаюсь, G1V Эта зона такая специализированная по улице лесной Она введена и только там Где есть запрет на строительство новых объектов капитального строительства В том числе и из-за того, что там оплазневые процессы Есть от этого склона Который там присутствует Ну и из-за береговых полос объектов Хлыновки Ежевского озерного комплекса Но тем не менее У граждан зарегистрированы права На объекты, на существующие Пусть по 50 метров, по 60 Те, которые были всегда С исторических времен Эти права перекупаются Переходят одного к другому И они могут делать капитальный ремонт Проводить Все-таки, чтобы поддерживать свою собственность Но что из этого получилось Мы видели, что это уже не капитальный ремонт Это уже приращение метров Это уже настоящая реконструкция У кого-то был новодел И еще плохо то, что земельные участки границы До сих пор у них не установлены Я пришла, когда после нашей комиссии Я еще раз посмотрела на публичную карту Что происходит Земельные участки у них, скорее всего, и права есть И только не зарегистрированы В установленном порядке Но если они будут показывать свои документы То Росреезд зарегистрирует там права Но кроме них никто не может выйти с инициативой Чтобы эти участки уже встали на кадастровый учет Появили в своих границах И мы все знали точность Мы их заставить не можем Где собственность Ну, можно какую-то ситуацию Все равно повлиять Плохое слово заставить, но повлиять Да, по крайней мере, когда начнутся Какие-то предписания по расчистке По запрещению стоков Там границы же тоже старые Можно найти по документам Работать можно, но Территория такая очень Давайте не древняя Когда там какие-то работы начнутся У людей просто появится необходимость Я так думаю, что в результате деятельности комиссии Все равно уже начнется работа И по рассмотрению материалов Административные какие-то будут, наверное, Территориальными управлениями возбуждаться дела Хотя бы из-за того, что они захламляют уже береговую полосу Ну, вот очень, правда, хороший репортаж Сделали ребята с СВЛ Кировского И зайдите, посмотрите Там есть фотографии этих домов Они совершенно разные Есть, Коль, там дома Я там бывал, Свет, я прекрасно понимаю Ну, я рассказываю Я обращаюсь к тебе Как в твоем лице все слушатели Николь, я специально тебе рассказываю Хорошо, окей, Николь Уважаемые слушатели Значит, там есть разные дома Есть дома, которые такое ощущение Что построен там во времена еще царя Гороха Действительно, маленькие деревяшечки Такие старинные избушечки На курьих ножичках И понятно, что да Вот эти дома, конечно, стояли тут испокон веков Но есть территории, где к этим домам уже прирощены какие-то навесы Какие-то там гаражи и так далее Но есть вообще там целые дворцы в кавычках С ракетами целыми, выносящимися в небо Это правда Стоят такие Я бы не сказала, что особняки Тодомводила, вот как вы сказали, да, Татьяна Но они достаточно большие Они стоят на самом берегу И что удивительно Там есть сходни, значит, к озеру Там есть хорошие растительные объекты Там деревья симпатичные очень растут И ее не буду на колю смотреть На слушателей буду смотреть через микрофон Это не воспринимает сегодня мой посыл Значит, видно, что, конечно, хорошо жить там у озера Но самое странное, что они набрасывают весь этот мусор Мы там видели свалку из мешков, не знаю с чем Прямо горой спускающейся к воде И вот я совершенно не понимаю Как можно с одной стороны вкладывать деньги Чтобы строить себе домик на берегу озера И тут же прямо у своего порога Делать огромную свалку Строительного и бытового мусора Но это не совсем свалка Они пытаются немножко расширить Нет, это прямо спускается Это просто валится Они валят, валят, валят Потом постепенно там Это две разные вещи Коля, это две разные вещи То, что сказал Костя, что кто-то пытался присыпать себе берег И конкретные свалки Они для присыпания берега используют все, что под руку попадется Абсолютно все И конкретные свалки, которые, очевидно, не для присыпания берега были сделаны Вот спорят со мной Даже не было, а спорят Я там был Я там был, я все это видел Это все можно увидеть на портале свой Кировский Такая вот история Мы, правда, открывали для себя эти дома странные непонятные И вот Татьяна говорит, что это уже больше похоже все-таки не на ремонт даже какой-то Но это все очень сложно доказуемо Процессы очень долгие Там вопросов действительно очень много Проблем много Но эти граждане, которые там строят Они все равно должны задуматься Потому что, возможно, они создают себе определенные проблемы То есть они строят, они вкладывают определенные деньги И потом непонятно, чем вся эта история может закончиться Тем более, вот та же история с особняком Киселева Она может напомнить, что решения принимаются самого разного уровня Там, кстати говоря, особняк Киселева очень хорошо просматривается со стороны Ежевского озера Прям замечательно все видно Прервемся на полторы минуты У нас реклама и продолжим рассказ о том, что увидела рабочая группа по ленточным паркам Когда в пятницу выехала на Ежевское озеро 211-101 номер телефона прямого эфира То ли люди не проснулись, то ли давно уже, коль не бывали на Ежевском озере Правда, и плохо себе представляют, что там такое Но место очень красивое Если представить себе, что там можно сделать Что там можно сделать Сейчас я присоединяюсь к Константину и Татьяне, когда они говорят, что раз процесс пошел То хочешь, не хочешь, людям, которые там понастроили и понавалили Придется принимать меры И лучше бы они принимали меры до того момента, когда будет какая-то проверка Когда будут уже предъявлены какие-то документы Лучше сейчас этим и заботиться Тем более, что в этом месте потихонечку все равно проводится такая публичная работа Как, например, субботники Да, было проведено несколько субботников на Хлыновке И этим летом планируются возможные субботники на Ежевском озере Да, буквально пару недель назад был субботник проведен как раз на втором участке на Хлыновке Это в районе улицы Ленина и Блюхера То есть он был пройден в первую очередь силами как раз представителей Министерства охраны окружающей среды Но единственное, что бы хотелось обратиться, что когда они такие мероприятия планируют Чтобы они как-то и привлекали общественность к этим мероприятиям Заранее извещали Чтобы мы знали Потому что, допустим, к примеру, я узнал об этом мероприятии буквально за два дня И опять же, хотелось бы обратиться и в том числе и к жителям этих районов Потому что, к сожалению, они тоже не всегда проявляют активное участие в этих То есть у них, как бы, само собой разумеющееся, что кто-то мусорит и кто-то там убирает Но, по идее-то, они же там живут, они же должны так либо иначе за своей территорией следить И если они не будут за этой территорией следить, то они, к сожалению, будут жить как раз, условно говоря, в мусорке А это у нас Ленинский район, да? Вопрос есть как раз насчет этого участка от жителей того Там дело в том, что рядом началось очередное строительство Поставили кран прямо на берегу Хлыновки, прямо на берегу буквально И строители просто засыпали берег кирпичом, видимо, боясь, что кран начнет ползти Они начинают как бы так чуть-чуть укреплять берег И там просто опять возник мусор после уже субботника Но я не думаю, что там основной мусор возникает от субботника Нет, нет, от строителей Но там они накидали просто безумное количество битвы всякого кирпича и прочей ерунды Ну вот съездим, посмотрим, там действительно есть проблемы Ну там, видишь, кран стоит прямо на берегу, ты же видел его? Так там есть, это вообще считается довольно проблемным домом То есть я так понимаю, что первоначальный застройщик, который его строил, он, к сожалению, не мог Сейчас там другой уже пришел, да? Там другой застройщик И, соответственно, чтобы достроить, им выделили какие-то дополнительные квадратные метры И, к сожалению, он действительно стоит очень-очень близко к реке Он практически на берегу, я не знаю, как он, я боюсь, что он упадет Но вот эта история, это тоже две проблемы, которые мы обсуждали Правда, это не основные были проблемы, но мы упоминали на рабочей группе Что, к сожалению, за последние годы и даже десятилетия застройщики специализировались на том, что строили дома на берегу реки, оврага, еще чего-нибудь, обещая, что будет благоустройство Строили на самом берегу и ничего этого не делали Жители сейчас жалуются, что отсыпают строительный мусор, что ползет, может быть, там дом, трещина пошла Таких объектов ведь много в городе, очень много И, кстати говоря, движение по ленточным паркам и по расчистке рек и по благоустройству скверов Оно в том числе рассчитано на то, что прекратится вот эта практика Потому что люди стали больше внимания обращать на это, опубличивать эти моменты, называть наименование компаний И чем больше и ярче это будет происходить, тем меньше будет вот таких негативных факторов со стороны строителей Я надеюсь, что это будет так Возвращаясь к субботникам Здесь, Кость, мне кажется, такая история Она очевидна совершенно, выявляет такой факт, что у нас недостаточная коммуникация между различными сторонами процесса С одной стороны, мы по звонку друг друга сразу слышим и понимаем С другой стороны, нет какого-то прописанного совместного ряда действий Хотя бы, например, в части субботников Потому что ведь не только Министерство экологии должно было позвонить тебе Или написать в соцсетях, что у нас будет кстати Вот хорошая идея – написать в соцсетях Потому что все друг на друга подписаны Они написали, но они написали на каких-то таких своих группах На которые, к сожалению, горожан практически не посещают Ну вот, то есть, по сути, вот в этой группе должны быть и активисты Хлыновки и Люльчинки И Министерство экологии, и городское благоустройство, и архитектура И самое главное, там должны быть ТОСы, ТСЖ Это Ленинский ведь район у нас, да? Где Ежовский комплекс? Нет, где опытный переулок, да? Ленинский район Вот господин Торхов и кто у него там, значит, по этому району Он хорошо бы подключились И всех активистов, кто есть поблизости В одну группу вот эту собрали И тогда была бы достаточно Такая рекомендация, я не знаю, Кость, ты делал это или нет? Я пытаюсь, да, пытаюсь устраивать коммуникации Я уже там нашел активистов И, соответственно, начну с ними выстраивать работу И одним из следующих этапов Я как раз хочу попробовать с ними Обсудить варианты благоустройства в этом районе Потому что там тоже есть проект определенный Есть вариант от архитектуры Есть вариант от архитектуры Но и все же, в моем понимании, надо этот вариант от архитектуры В том числе и показать именно тем жителям, которые живут в этом районе Общественное мнение собрать Возможно, будут какие-то здравые идеи Там же, Константин, дома в основном большие очень стоят вокруг Там можно просто прямым порядком же оповестить жителей Чтобы они в какой-то момент пришли Там кому интересно и помогли там в субботнике Там такие же все здоровенные строят эти Я сейчас в первую очередь говорю про вариант благоустройства А по субботникам там вопросов очень много Потому что, опять же, общаясь с этими жителями Они говорили, что они буквально там Три недели назад сами там что-то выходили и делали Министерство экологии говорило Когда они планировали свой субботник Они якобы вешали объявления И приглашали жителей Возможно, что так и было Жители не видели этих объявлений Мало ли объявлений клеится Возможно, да Просто проблема с коммуникациями есть Вот, кстати говоря, история с оповещением жителей этого района Что, ребята, вот у вас в ближайшие 2-3 года Может состояться вот такой замечательный проект И долбить, долбить, долбить и рассказывать Чтобы только поддерживали, только приходили Сами инициативу проявляли Я думаю, что надо там делать, конечно, какую-то и группу И делать какие-то информационные Информационное пространство Возможно, даже поставить какие-то информационные стенды И показать, что там можно как бы сделать И, соответственно, какую-то информацию размещать В том числе и по субботникам Потому что субботники там проводить нужно и нужно регулярно Потому что там есть проблема Я когда был там год назад Там просто было лишьбище бомжей То есть реально То есть было лишьбище бомжей Конечно, вот осенью в прошлом году Там большие деревья, кустарники снесли Там, условно говоря, лишьбище бомжей Ну там теплотрасса осталась Они там под ней живут до сих пор Ну там бардака там как бы хватает А работы там еще действительно как бы хватает Не на один субботник Ну понятно, что это будет такой опытный участок На котором будут отработаны все механизмы По дальнейшей реализации проекта Потому что Ихлыновка и Ильюльченко Это очень длинные объекты И, конечно, это мечта, чтобы наши дети и внуки Росли уже в городе, где есть вот такие пересекающие Весь город насквозь ленточные парки Замечательные с благоустроенными дорожками И беговыми, и пешеходными, и велосипедными Здесь мы еще не упомянули одну сторону процесса Которую все-таки хочется привлечь Кроме того, что активные жители, безусловно И специалисты работают над этим проектом Надо понимать, что бизнес тоже должен Как-то поворачивать свой взгляд И свои расчеты в сторону рекреационных зон Потому что возникающие рекреационные зоны Это не только хорошо для жителей И для экологии И для понимания, что ты живешь в благоустроенном городе И не надо отсюда бежать Это еще и возможность выстраивать свой собственный бизнес Вокруг этой рекреационной зоны С этим, может быть, у нас самая тяжелая На самом деле история Потому что, несмотря на то, что вот здесь в программе Разворот на бизнес последний, которая у нас была Мы как раз говорили про социально ответственный бизнес И как они вкладываются в город В благоустройство вкладываются в последнюю очередь Все в своих про социальных программах говорят одно и то же Это детские дома Это точечные сборы на лечение различных людей Это иногда и очень редко пенсионеры И люди одинокие крайне редко Это спортивные массовые мероприятия публичные А вот какие-то долгосрочные программы по скверам, по паркам, по рекам Пока что не входят ни в программы федеральных компаний Ни в программы местных компаний И здесь, конечно, наверное, большая работа предстоит новому заместителю Илье Вячеславовича Шульгина, который заниматься будет инвестициями Потому что внешняя привлекательность города Это всегда привлекательность для инвесторов Потому что если инвестор заходит и видит город, который благоустроен И в нем есть серьезные проекты передовые Он понимает, что здесь есть хозяева, они работают Вот над этим, пожалуй, тоже надо бизнесу задуматься И задуматься департаменту предпринимательства И департаменту, который будет заниматься инвестициями в городе Это большая работа Я не говорю, что прям по щелчку это должно произойти Но, безусловно, прям вот нужно методично над этим работать Мы-то здесь вот в редакции, в студии И с вами, коллеги, постоянно об этом говорим И знаем, что без этого никак Очевидно совершенно точно И к этому в том числе, как мне кажется Должен привести и вот длинный процесс, который мы запустили И в котором такой красивой, я надеюсь, будет Красивая часть, нельзя сказать, что точкой Урбанистический форум осенью О котором Леонид Вячеславович Шульгин говорил Он, кстати, от своих слов не отказывается Он здесь же в Урбане подтверждал, что форум готовится И мы надеемся, что он состоится И даже работа над программой ведется И ведется непосредственно Татьяной Вениаминовной И мы тоже, насколько можем, включаемся И Константин включается И я, и вся группа Киров меняется Потому что мы тоже учимся Это тоже опыт, который мы уже привносим извне Из каких-то передовых городов А сами Я бы хотела, чтобы пару слов Татьяна, вы сказали об этом То есть я же права, да? То есть работа ведется, подготовка ведется На какой сейчас стадии эта подготовка? Да, конечно, поручение такое было От Ильи Вячеславовича Организовать мероприятие по подготовке программы Для Урбанистического форума И программа, проект программы уже, можно сказать, сверстан Проведены переговоры со спикерами основными Которые могут принять участие в октябре И, конечно, если это состоится То программа будет очень интересна Именно активным горожанам Сообществом, которое уже есть в нашем городе Потому что предусматривается проведение Нескольких мастер-классов и воркшопов И все они нацелены на работу С группой от 10 до 15 человек С активной, в которую будут входить и сообщества В том числе и по ленточным паркам И по другим территориям, по 30 скверам Может быть, будут тоже принимать участие В эти же группы можно привлечь специалистов Узких и проектировщиков И даже, допустим, специалистов от ГИБДД Которые смогут по нормативной базе По правилам дорожного движения Если мы будем говорить о пешеходных каких-то зонах В том числе включен и в состав форума Одна из его частей будет посвящена работе С Люльченко-рекой Можно, конечно, еще рассмотреть какие-то варианты Но мастер-класс должен проходить не менее двух дней По определенное время Для того, чтобы выработать какое-то решение Я думаю, что это будет как начало Для того, чтобы и показать, как объединяться Вокруг таких территорий Что самое главное на нашем этапе Показать и специалистам, и студентам Как с ними работать Как продолжать эту работу Как реализовывать Ну и вот в том числе, может быть, вот этот вопрос Нам удастся решить с помощью спикеров Которые уже имеют большой опыт Будут приглашены из Казани По крайней мере, я провела переговоры С проектной группой 8 Архитектурный десант И сейчас мы пытаемся переговорить С представителями Те, кто представляет Наталью Фишман Вот, они, может быть, нам и подскажут Как найти этот баланс Между бизнесом Между девелопментом И интересами населения По благоустройству рекреационных зон Пока что намечается форум на октябрь месяц Да, на октябрь месяц Это как раз время, когда завершаются Основные благоустроительные работы По всем показателям И можно подвести и некоторые итоги Которые в городе Благоустроительные проекты в городе И планировать проекты на будущее Надеемся, что все состоится Будем всячески поддерживать И прилагать собственные усилия Для того, чтобы форум урбанистический Был у нас в городе Но вас, слушатели, будем информировать О дальнейшем развитии проектов Ленточные парки И большого проекта городского Киров меняется Благодарим наших участников Константин Кропыни Татьяна Говарова Первый час дневного разворота завершен Вернемся с Николаем В начале следующего часа Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok